Взгляды настроения человека в иудаизме Можно разделить на две части Первая часть это то, что непосредственно говорит Тора о строении человека, о составляющих человека Вторая часть это то, что говорят разные течения еще в иудаизме В первую очередь мы рассмотрим, конечно, непосредственно текст Торы Потому что это авторитетный и древний источник И немножко затронем взгляды в различных течениях иудаизма на строение человека Мы рассмотрим сейчас текст из иудейского священного писания Торы В котором говорится о строении или составе человека Это книга Бытие, глава 2, текст 7 И сформировал Яхве Элохим человека из пыли земли И вдохнул в ноздри его дыхание жизни И стал человек душою живою Согласно Торы, человек состоит, его тело состоит Или было создано из пыли земли Афар Следующая составляющая это дыхание жизни Нишама И душа живая Нефеш Итак, человек состоит из Афар, Нишама и Нефеш Рассмотрим эти составляющие более подробно Афар Вернемся к нашему тексту И сформировал Яхве Элохим человека из пыли земли В этом тексте есть очень интересный момент На иврите здесь земля написана Ха Адама Ха это артикль, его можно опустить То есть земля Адама А вот человек на иврите здесь написан как Адам Обратите внимание на взаимосвязь этих слов Адам и Адама Мы видим, что слово Адам происходит от слова Адама И это не случайно, потому что физическое тело человека Согласно данного текста было сотворено из пыли земли То есть из элементов, которые находятся в земле Следует отметить интересную деталь Мы привыкли смотреть на почву или на пыль земли Как на что-то грязное, ненужное Но оказывается, согласно данных, взятых из исследований ученых В состав почвы входят почти все известные химические элементы Наиболее распространенными являются кислород, кремний, алюминий, железо, углерод, кальций, калий, натрий, магний и азот И человек, согласно текста Торы, был создан из пыли земли То есть из этих элементов И тело человека также содержит практически всю таблицу Менделеева Я подготовил схему, с помощью которой мы посмотрим на взгляд иудаизма на физическое тело человека Итак, первое Физическое тело человека было сотворено Богом из элементов земли И сформировал Яхве и Лохим человека из пыли, а в другом переводе из праха земли То есть все тела людей состоят из физических элементов земли После физической смерти все физические тела людей обращаются в прах То есть подвергаются распаду В еврейском священном писании в книге Еккельсиаста 3.20 говорится Все произошло из праха и все возвратится в прах Но на этом с физическим телом человека не заканчивается В определенный день, в день Божьего суда, когда Бог будет судить всех людей Физические тела всех умерших будут воскрешены Об этом сказано в книге Даниила, священное писание евреев И многие спящих в прахе земли пробудятся Одни для жизни вечны, другие на вечное поругание и посрамление Интересно то, что есть текст, в котором говорится, как это будет происходить Это в книге пророка Исаии 26.19 говорится «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте, торжествуйте, поверженные в прахи Ибо роса твоя, роса растений, и земля извертит мертвецов» Интересная картина здесь просматривается Бог создал физическое тело человека из элементов земли После смерти тело человека опять распадается на эти земные элементы И когда приходит определенный день сюда То все вот эти элементы, которые составляли физическое тело человека Начинают опять соединяться вместе И происходит восстановление тела и воскресение Еще такой интересный момент сравнения Если в религиозном учении Древней Египта Физическое тело человека имело очень важное значение И его пытались сохранить всеми способами, манификацией То в иудаизме увидим, что тело человека должно обратиться в прах Из которого оно и было создано Тем не менее, видно, что все-таки в иудаизме Физическое тело человека также имеет большое значение Потому что оно будет воскрешено в день суда И в этом теле человек предстанет на суд пред Богом Где будет решаться его дальнейшая участь Следующая составляющая человека Согласно иудейского учения Является нишама Нишама — это ивритское слово Которое переводится на русский язык Дыхание И слово нишама Оно не всегда является специализированным термином Который связан с Богом Это слово является также и в повседневном обиходе Употребляется и по отношению к человеку Человек имеет дыхание И все, что может дышать Все имеет дыхание Но в данном случае Нишама — это не просто дыхание Это дыхание Вседержителя Когда говорится о дыхании Вседержителя Имеется в виду не то, что Бог имеет физическое дыхание Мы с вами люди Но имеется нечто большее Дыхание Вседержителя — это могущественная сила Божия Которая исходит из Бога И совершает какие-то определенные дела Которые Бог хочет Когда Творец сформировал физическое тело человека Из безжизненной материи То есть из элементов земли То это тело, несмотря на свою целостность Оно было мертво И тогда Бог вдыхает свое дыхание жизни Дыхание Вседержителя входит в это тело И тело начинает жить Начинает функционировать В нем есть жизнь Дыхание Вседержителя в данном случае несет в себе Божественную силу жизни, которая начинает функционировать Человека Это как энергия в проводах компьютера Согласно текста священного еврейского писания Когда Нишама входит в человека И наполняет человека божественной жизнью Человек начинает, используя эту энергию жизни жить То в человеке образуется еще дух Или руах на иврите Дух человека Нишама, божественная сила жизни в человеке И руах, дух человека Они очень сильно взаимосвязаны Тесно переплетены между собой И практически они являются одним Поэтому в текстах еврейского священного писания Божественную силу жизни, которая находится в человеке И благодаря которой человек может жить, реализовать себя Иногда называют руах А иногда Нишама Здесь следует подчеркнуть важный момент Что дух человека это не какая-то личностная субстанция В данном случае дух человека это божественная сила жизни Которая дает человеку возможность жить Благодаря духу или Нишаме Человек может размышлять, разговаривать Совершать какие-то поступки Действовать, жить Управлять своим телом Реализовывать себя в этом физическом мире Когда наступает физическая смерть человека То его тело обращается в прах Распадается на элементы земли Мы говорили перед этим с вами А вот Нишама Божественная сила жизни, которую Бог дал человеку Она возвращается назад к Богу Нишама Нишама, находясь внутри, в теле человека Наполняет физическое тело человека Божественной силой жизни Мы об этом говорили Также наделяет человека способностью разуметь Здесь говорится не просто о способности разуметь, понимать Потому что каждый человек имеет такую способность понимать Но здесь говорится о такой вот мудрой проницательности Мудром разумении или глубоком разумении Какой-то вещи, предмета, теории или каких-то событий Потому что не каждый человек это имеет Тот человек, который может это сделать Он получает эту способность от Бога свыше Через божественное дыхание, которое в нем находится Нишама также является каналом Через который Бог видит все мысли человека Все его желания, весь его внутренний мир Он видит это все, проницает В какой-то степени испытывает Знает о человеке все Нишама Вседержителя Несет человеку не только положительные вещи Но также несет в себе и суды, и наказания Божие Дыхание Вседержителя несет нечестивым и грешным людям Погрязшим возле голоды, болезни, эпидемии Всемирные войны, в которых гибнет множество людей Прочие бедствия, которые случаются на земле Также дыхание Вседержителя, Нишама Несет в себе природные катаклизмы Цунами, землетрясения Следующая составляющая человека Согласно иудейского учения Душа живая Или на иврите это не феш Когда Бог вдохнул в физическое тело человека Дыхание жизни То есть Нишама То человек стал душою живою В человеке образовалась душа Этот текст говорит о сотворении первого человека Как в нем образовалась душа Но возникает вопрос А как образуются души последующих людей Которые рождаются в этот мир Взгляд, который наиболее ближе к этому тексту Который мы с вами рассмотрели сейчас Говорит о том, что души последующих людей Образуются в момент зачатия человека То есть в момент образования зародыша внутри матери Зародыш получает дыхание жизни от Бога Он становится также душою живою То есть в нем образуется душа Большинство течений в иудаизме Придерживаются этого взгляда Тем не менее, в иудаизме есть некоторые личности Которые смотрят на это по-другому Например, Филон Александрийский Это иудейский мыслитель и философ Который жил примерно в первом веке нашей эры Он считал, что души людей Были созданы до их воплощения Но что же следует понимать Под словом душа Или на иврите нефеш Давайте попробуем разобраться Сейчас я проведу некоторые тексты Или цитаты из еврейского священного писания Которые говорят о качествах души И мы на основании этого попробуем сделать определенные заключения Синим цветом я написал надписи Которые указывают главу, стих и название книги Из еврейского священного писания Где находится цитата, которую я привел сюда Я тексты разделил и сгруппировал в двух категориях То есть я разделил по признакам Которые указывают на какие-то качества или проявления души Первое Это то, что душа обладает эмоциями На это указывают те тексты И в которых написано проявление души Например, вот Душа изнемогает Изнемогла во мне душа Страдает Душа испытывает страдания Душа скорбит Душа горчена И прилепилась душа его к Дине Возникла любовь Влечение Душа испытывает любовь и влечение Далее следуют тексты, которые указывают на то, что душа обладает качествами характера Душа может согрешать Может быть нерадивой Надменной Душа имеет желание Чего желает? Душа твоя Я сделал для тебя Говорит текст Твердо помнит эта душа То есть душа обладает памятью Может хвалиться Господом И уповать То есть надеяться на Него Все эти признаки, которые мы сейчас перечислили Указывают на то, что Нефеш является личностью человека Который обладает качествами характера, чувствами и эмоциями Проявляет таким образом себя в этом физическом мире Через физическое тело человека Но возникает вопрос, что происходит с Нефеш душой человека после физической смерти человека В Еврейской Библии около 60 раз упоминается о Шеоле, который описывается как место, куда идут как праведные, так и неправедные мертвецы, независимо от их морального выбора в жизни Значение Шеолах в текстах несколько неясно И его можно интерпретировать двояко Либо как метафору, которая описывает могилу И в которую попадают все люди И таким образом душа просто перестает существовать Например, об этом говорит следующий текст В книге Екклесиаста, 9 глава, текст 10 говорится, что в Шеоле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости То есть полное сабвение Либо под Шеолом можно понимать как царство мертвых, которые попадают души умерших и ведут загробную жизнь Например, об этом говорит следующий текст В книге пророка Исаии в 14 главе описано, что происходит с Нефеш, то есть душой царя Новоходоносора после его физической смерти Он попадает в царство мертвых, в Шеол На мой взгляд, слово или термин Шеол просто имеет два значения Могила и царство мертвых, загробная жизнь Значение слова Шеол просто определяется окружающим контекстом Который указывает, о чем здесь идет речь Я склоняюсь к тому, что после физической смерти человека, Нефеш человека Его душа попадает в Шеол, царство мертвых и имеет загробную жизнь В текстах еврейской Библии не разъясняется подробно строение Нефеш Тем не менее, человеку, конечно, всегда мало и он хочет более глубже понять И некоторые еврейские философы пытались все-таки разобраться и понять сущность Нефеш И один из таких это средневековый философ Авраам Ибн Эзра В своих размышлениях и исследованиях он пришел к выводу, что Нефеш включает в себя три силы Первая сила — это сила, дарующая рост, подобно той силе, которой наделены растения Вторая сила дарует движение Этой силой обладают рыбы, звери, пресмыкающиеся Третья сила дарует мышление и речь Через эту силу совершает человек все свои поступки Так думал Авраам Ибн Эзра Но мы, конечно, этого не находим в текстах Священного Писания евреев Заключение Мы рассмотрели с вами взгляд иудаизма на то, как устроен человек И теперь давайте подведем итог По трубе матери Бог образует физическое тело человека Создав определенные законы, по которым зарождается и развивается зародыш человека Затем Бог вдыхает дыхание жизни То есть Нишама Нишама несет в себе божественную силу жизни Благодаря которой человек начинает жить и функционировать Когда Бог вдыхает Нишамо в физическое тело человека То также образуется такая составляющая, как руах То есть дух человеческий, который имеет тесные связи с Нишамой Помимо руаха, то есть духа человеческого Образуется также и нефеш Душа Человек становится душою живую Нефеш несет в себе личностные качества человека И по сути своей является личностью человека С физической смертью человека Дыхание жизни, то есть Нишама Возвращается назад к Богу Физическое тело человека, Афар Распадается на физические и химические элементы То есть обращается в прах Из которого оно и было создано Нефеш, то есть душа человека Другими словами, его личность Идет в Шиол, царство мертв Где находится до дня воскресения Следует отметить такой интересный момент Что в Шиоле находятся души умерших Но не говорится в Священном Писании евреев О том, что они испытывают какие-то мучения Или наказания, ожидая суд Божий Когда наступит определенный период времени Который называется днем воскресения В этот период времени Бог воскресит всех мертвых В день воскресения Физическое тело человека будет восстановлено из праха Те элементы, на которые физическое тело человека распалось И которые оказались в почве Или в растениях Или других местах Будут собраны воедино И таким образом восстановится тело человека И Бог вдохнет человека дыхание жизни Нишама, которое даст жизнь телу человека И душа человека, нефеш Вернется из Шиола и соединится со своим телом Таким образом человек воскреснет в своем теле И предстанет на суд Божий Те люди, которые старались строить свою жизнь Согласно заповедей Торы Творить дела праведные И говорить истину Таковы люди будут определены на жизнь вечную А те люди, которые предались делать дела беззаконные и нечестивые Такие люди будут определены на вечный позор И вечное наказание